Всем привет, ребятки, это TechMnew и сегодня видео у нас очень необычное для моего канала, потому что обычно здесь разгон, память, да, тут тема ноутбучная, но тема жутко интересная, поскольку в этом я вижу потенциал. Представьте себе, забегая вперед, что в ноутбуке есть процессор, который сопоставим с декстопным процессором по производительности и позволяет создавать спокойно контент, играть в игры и все-все-все, это в принципе удовлетворительно кайфово. И о ноутбуках конкретно я вам расскажу уже 15-го числа, потому что сейчас из-за NDA над видеокартой, новой от NVIDIA, я ничего вам не могу сказать полного в плане теста, но я могу вам рассказать о процессорах, о интересных идеях развития этой темы, ну и в принципе о потенциале, который сейчас происходит в мобильной индустрии и это действительно интересно, потому что то, что я увидел в TAF-A15 изначально, шестью ядрами меня поразило. Ну и также немного настораживает то, что тут произошло именно со восьмью ядрами 4800HS. Но хочу заметить, что во всех случаях у меня инженерные образцы ноутбуков и возможно релизные версии будут несколько отличаться во многих аспектах. В общем не будем затягивать, поехали посмотрим, что вам там я приготовил интересного. В общем вперед! Я не очень хочу перегружать видос вот всеми сложными техническими аспектами и скажу, что новые мобильные процессоры AMD это Zen 2, который все-таки мобильный и он уже 4000-ный. И плюс еще здесь 7 нанометров и процессоры снабжены непосредственно встроенной видеокартой. В одном случае это Vega 7, в другом случае это Vega 6. Что очень важно, восьмиядерные процессоры имеют 12 мегабайт кэша, а шестиядерные процессоры имеют 11 мегабайт кэша. И буст у них весьма неплохой, для шестиядер 4600H, которые я протестировал 4000 на одно ядро, ну и на все иногда можно увидеть. А для 4800HS можно увидеть уже 4300 на одно ядро, хотя заявлено 4200 мегагерц. Что очень интересно, HS модель является немножко урезанной в плане теплового пакета от 4800H. 4800H у нас 45 ватт, а 4800HS это уже 35 ватт и также может быть 4600 и 4900. Сначала я расскажу про TUF A15, про этот пластиковый недорогой ноутбук, но очень даже сбалансированный. В этом ноутбуке был процессор 4600H и оперативная память на базе Micron DDR4 3200 мегагерц с 22-ми таймингами. В ноутбуке было 2 слота и можно было поменять память. И если вспомнить о том, что AMD очень сильно дружит с памятью, с ее незначительным увеличением производительности, то впоследствии при замене двух модулей на частоте 3200 мегагерц при более низких таймингах, это либо HyperX, либо G-Skill, можно получить производительность еще выше. А это очень сильно заманчиво. Плюс еще возможно будет поддержка более высокочастотной памяти, а-ля как у будущих процессоров мобильный Intel, где LPDDR4 4000 там с лишним, но это будет в будущем и будет дико дорого. А это обещают, что TUF A15 в начальной конфигурации с 4600H будет стоить около 1000 долларов, что вполне себе неплохо. Там неплохая матрица, неплохой качество, хороший внешний вид, в принципе не шумная система охлаждения, хотя если сравнивать с Zephyr, Zephyr еще даже тише. И в принципе то, что я с него получил, мне понравилось. Как его автономность, плюс еще бывают модели с 90-ваттной батарейкой, а там около 45 или 48 ватт. И 4600-й показался мне очень хорошим, а сам TUF по себе из-за того, что можно менять память и как-то все это развить, тоже было чертовски интересно. Плюс еще я в инженерном ноутбуке заменил термопасту, после чего получил небольшое ускорение в рембере в программе Premiere, того же самого видоса, что я делал и на компе, и разница вся будет на экране. И в целом, если учесть, что конструктивно систему охлаждения TUF можно заделать, банально добавив дополнительную тепловую трубку, то остается только в предвкушении чуда, что ASUS все правильно делают, и это будет хорошо. Если оно останется так же, как в инженерной версии, будет очень много замечаний, потому что может быть лучше. А лучшее это враг хорошего. Что касается нагрева процессора, процессор греется довольно-таки сильно, до 103 градусов, а при этом бывает троттинг. И если мы находимся в очень жарких условиях, то частота уже 4000 МГц по всем шести ядрам не будет. Но очень-очень часто я видел частоту именно на этой отметке, что меня сильно радовало. А если еще вспомнить про рендеры в Blender, который был сопоставим с декстопными процессорами вполне, то тут я был просто в изумлении, потому что 3600, 3800, 4000 МГц можно было видеть во время всего теста. При этом температура 97-98 градусов не такие критичные. Теперь G15 Zephyrus, который куда более статусный, более качественный, куда более интересный, там есть металл, он чуть-чуть другая история. История, которая больше про тему взять с собой, более такой мобильный, компактный гейминг, работа. Ну и в целом, как игровой ноутбук, это такое для меня понятие странное, в первую очередь компьютер это рабочая машина, и данные ноуты я рассматриваю для создания контента. Так вот, Zephyrus, он в отношении многих вещей лучше, чем Tav. Если говорить про внутреннее строение, систему охлаждения, дополнительный M.2, но есть великая проблема этого ноутбука, то, что 16 гигабайт памяти там распаяны. И конкретно в моем случае, 16 гигов памяти распаянные на плате, и один пустой DDR-100DIMM выдавали одноканальный режим при работе с процессором. Мы вспоминаем, что это Zen 2, что это AMD, и AMD очень сильно влияет на производительность памяти. И если посмотреть на результаты 4600 с двухканальной памятью и на 4800HS, у которого сингл, то результаты становятся не очень хорошими. И есть небольшая проблема. К примеру, модули памяти HyperX 2933 просто не запускаются в данном ноутбуке, а память, которую я взял у своего товарища Александра Нефедова, и спасибо магазину Saturn, опять же, это, по-моему, Viper 3000, она запустилась на 2666 МГц, это 16 плюс 8, еще асимметричный двухканальный режим на заниженной частоте. Да, он чуть-чуть быстрее, чем с 1,3200 у нас 16 гигов, но, тем не менее, это очень низкий показатель. К сожалению, нигде купить память в ближайшее время вот мне не получается, и поэтому обзор идет в таком направлении. И тут 4800 восьмиядерный, который бустит до 4300, был обрезан в этом отношении. Да, это 35-ваттный проц, и бустит он лучше, чем заявленный. И хочу заметить, что BIOS я обновил, но память тут все портит, и полноценное впечатление о работе данного процессора складывать нельзя. Но, тем не менее, получить даже такие результаты, грубо говоря, когда он с костылем идет, шагается, сломанной одной ногой, в плане того, что память работает некорректно. Это очень интересно. Но косяк зефира, по моему мнению, это то, что один модуль памяти всего присутствует для замеры, а 16 гигабайт уже распаяны. И мы не можем взять 3200 МГц HyperX с чуть более низкими таймингами, которые могут быть, причем еще комплектом 64 гигабайта, и мы не можем воспользоваться бешено дорогим комплектом G-Skill 3200 на 18-х тайминг, все здесь возникает в этом отношении проблема. Что касается зефира, да, он очень хорош. Он вызывает именно те впечатления, которые ты хочешь получить от премиум ноутбука, плюс тоже его обещают, что он будет не сильно дорогой. Будут, в принципе, примерно одинаковые комплектации. И еще хочу заметить, что у TAF будет возможной установки 4800H, а HS процессоры недоступны. 4900, честно, я пока еще не знаю, где буду стоять, но, скорее всего, в Zephyr G15 их занесут. И, в общем, когда мы имеем 4600, который, к сожалению, уехал до появления Zephyr, и имеем ноутбук Zephyrus на 4800HS, можно посмотреть, как эти 7-нанометровые процессоры справляются с моими предыдущими протестированными в тех же самых приложениях декстопными процессорами Intel и 3800X, который был, кстати, на старом биосе, и, скорее всего, показал бы на сегодняшний день результаты производительности лучше. Если мы посмотрим на CPU-Z, то в однопотоке у нас, конечно, 4600 подсливает, не показывает таких хороших цифр, но 4800HS, даже учитывая, что там один модуль, либо корябый двухканальный режим, он показывает неплохие показатели. Если мы посмотрим многопоточную производительность, то у нас 6-ядерник мобильный Ryzen 5 на уровне 6-ядерника Intel в стоке. Процессор же 8-ядерный 4800HS показывает неплохую производительность, не дотягивает до 8-ядерников как Intel, так и AMD, которые имеют по 16 потоков, но учитываем то, что здесь с памятью не все хорошо и полностью свой потенциал данный процессор не раскрывает. Если мы посмотрим на Geekbench 5, то у нас примерно та же самая производительность и 4800H наоборот чуть лучше проявляет себя с одноканальной памятью. Но в однопотоке справедливости ради здесь не дотягивают до процессоров Intel ноутбучные процессоры, хотя они не так сильно отстают от них. А вот многопоточная производительность опять же показывает то, что процессоры AMD работают очень хорошо. Правда 4800HS опять же не хватает хорошей памяти, чтобы проявить себя полностью и показать себя быстрее декстопного шестиядерника Intel и убежать далеко от своего же собрата младшего Ryzen 5 4600H. Винрайве у нас подсливают мобильные решения AMD, но при этом на уровне 9600KF. Если мы смотрим 7-Zip, то в 7-Zip у нас наоборот преимущество и чуть-чуть не дотягивает старший процессор Ryzen 7 мобильный до 8-ядерников Intel и того же самого 3800X. В Sinebench у нас хорошие показатели AMD, как всегда, и очень радует, что мобильные процессоры могут показать как паритет, так же превосходство над декстопными процессорами, которые всегда были более производительными, если вспомнить то, что было раньше, до выхода непосредственно новой 4000-й линейки AMD. И теперь корона, в которой опять же очень-очень хороший результат как для 8-ядерника, так и для 6-ядерника, причем 6-ядерник показывает себя очень даже уверенно. Ну и в завершении тест Blonder Splash 279. Здесь полноценный рендер, часовая нагрузка, даже более чем часовая. Для 4800HS манипуляции с памятью ничего не изменили, а Ryzen 4600 показывает весьма неплохую производительность. В принципе обходя 9600KF и на уровне 9700KF немножко от него отставая. И плюс еще, мы все дружно понимаем, что процессоры AMD ноутбучные имеют ограничения в плане системы охлаждения, которая порой просто банально не справляется. И мой небольшой эксперимент непосредственно с заменой термопасты со стоковой на Noctua дал хороший результат в плане именно скорости рендера проекта жижа, а именно видос о жидкости, который выходил недавно, на одну минуту. Для сравнения, примерно на 10-11 минут был быстрее мой стенд на 9980XE, а там 18 ядер, я хочу вам заметить, и видюшка тут 2080T RTX, а там видеокарта немножко другая, о которой я, к сожалению, пока не могу говорить, как о Волан-де-Морти в Гарри Поттере. И если подумать, к чему я сейчас веду, то это улучшение работы системы охлаждения ноутбука. Тут банально замена на GM, замена на другую термопасту, и в случае с ТАФом добавление дополнительного модуля алюминиевого медного на крышку соединения, в общем уплотнение дико интересно, лишь бы Asus согласились сдать ноутбук на подольше, чтобы провести подобное тестирование и исследование. Плюс второе, что вы могли заметить, это уже будет дальше с ТАФом, это добавление замена оперативной памяти и увеличение производительности ноутбука с помощью изменения оперативной памяти, то есть мы купили ноут с двумя омикронами на 3200, выкинули их, поставили в G-Skill либо HyperX и мы получаем ноутбук на базе мобильного процессора, который может в принципе у нас от батарейки благодаря хорошей энергоэффективности неплохой встроенной декстопной графики показать себя хорошо, причем нагрузка в блендере для ТАФа, который имеет батарейку чуть-чуть слабее, чем Зефир, смог спокойно продержаться чуть больше часа в нагрузке и просмотр фильма занял у меня 3 часа 20 минут, при этом ОКам работал полностью и опять же энергоэффективность процессора удивляет, более мощные батареи, более быстрая память, все это позволяет теперь о ноутбуке говорить не как о том, что вот ты купил ну и поиграть в элементарные игры, а то, что может работать, потому что конкретно в Зефире здесь, при асимметричном двухканальном режиме 16 плюс 8 на 2666 в принципе в премьере проект 4К спокойно работал, да, некоторые моменты замедлением инверсии тормозили и тупили и были пропускающиеся кадры, но если обычное замедление без изменения для 4К в ноутбуке это очень хороший результат до этого я пробовал ноутбуки с GTX 1070 и плюс еще там был 7700 четырехъядерный Intel и было невозможно работать в премьере но премьер премьером розни плюс еще я добавлю сюда скорее всего и точно уже в обзоры ноутбуков DaVinci потому что DaVinci более интересная программа но там опять же играет роль видеокарты и пока это все показывать и раскрывать нельзя но тем не менее как рабочая лошадка с хорошим дисплеем с возможностью добавлением разгоном с помощью обновления оперативной памяти с возможностью установкой SSD M.2 в обоих случаях причем в Zephyr 2M.2 можно поставить с возможностью просто быть мобильным рабочим не привязанным к месту есть достаточное количество как USB 3.0 USB Type-C 3.1 есть возможность HDMI и у Zephyr G15 есть возможность зарядки от Type-C что делает еще тебе более мобильным представляю себе все возможности которые теперь для создателей контента для людей которые работают с проектированием для людей которым нужен хороший мощный ноутбук как для них все теперь повернется жаль что ситуация сейчас с рублем не очень хорошая и он то падает то чуть-чуть поднимается чаще к сожалению падает и еще очень очень интересно что ответит Intel потому что сейчас 7 нанометров AMD это как 10 нанометров Intel которые выйдут буквально через несколько дней и вот там мы посмотрим насколько 4000 серия AMD нагнет мобильные процессоры Intel нового поколения с которыми справедливо будут сравнивать а пока процессоры мобильные Intel которые на сегодняшний день актуальный вам AMD 4000 сделала ата-та и более того даже декстопные процессоры немножко пострадали от всего этого ну и в общем что касается 4600 это действительно интересный 6 ядерный который позволяет хорошо продуктивно работать и быть теми 6 ядрами которые в принципе есть в декстопе что касается 4800 HS мнение мое пока неоднозначно потому что с памятью был трабл но это я обязательно исправлю к выходу непосредственно обзора G15 который будет 15-го числа а пока подписываемся на канал ставим большой палец вверх пишем снизу что бы вы хотели увидеть в плане теста на ноутбуке на G15 потому что TAF A15 уже по сути дело готов и там ничего особо меняться не будет а вот G15 уже с более менее допиленной памятью будет более детально развернут и все ваши мысли и желания снизу а вам я желаю хорошего настроения чтобы все было хорошо в это действительно непростое время проводите время с близкими наслаждайтесь кайфуйте потому что пока это можно делать а потом опять начнется работа и вот эта вечная скачка как в моей ныне любимой песне Джанейро в общем большой палец вверх с вас подписка и всем пока скачка скачка Продолжение следует...